Девушки отдыхают Американский такой десерт – это условно хлеб. Мы привыкли это называть хексами. Сейчас вы узнаете рецепт стравы, от которой в захвате поборница здорового харчевания – Камерон Диас. Банановый хлеб или энергетическая бомба, как его часто любят называть световые кухарьи. Он невероятно поживный и полезный. Именно поэтому набыл необыкной популярности в Певничной Америке. Не пропустите. Основные ингредиенты – это бананы. Там очень мало сахара. Так как мы используем перезрелые бананы, они очень сладкие. Чем больше созревает банан, тем больше в нем сахара внутри и меньше влаги. Тут большая такая инъекция энергии в этом кексике. Достаточно одного кусочка, чтобы восполнить недостаток энергии в организме. Питательно и вкусно – то, что нужно нашим детям. Давай начинать. С чего мы начнем? Мы с тобой традиционно подсушим орехи, так как орехи приобретают аромат и вкус после того, как мы подвергаем его буквально в течение 10 минут такой вот обжарки. Это грецкий орех, а размер вот такой вот. Не обязательно очень мелко. Да. Мелко не нужно. Орех будет чувствоваться в кексе. Это вкусно. Я рекомендую использовать грецкие орехи, миндаль. Если мы говорим о кешью, о кедровом орехе, то он не совсем сюда подойдет. Он слишком жирный этот орех. То есть более сухие орешки. Мы используем наши традиционные грецкие орехи. Мы отправим их в духовку на 10 минут. Так. Духовку разогрели до скольки градусов? До 180 градусов. Здесь было 150 граммов орехов. 120-150. Орехи, мне не жалей, можно сделать микс из орехов. Пока сушатся наши орехи, мы приготовим с тобой тесто. Мне очень интересно, как бананы попадут в тесто. Я взяла 4 банана. Это где-то 450 граммов. Если вы видите, что ваши бананы маленькие, взвесьте их, и вы получите нужное количество бананового пюре. Даже если у вас есть перезревшие бананы, вы не хотите их выбрасывать. Берем эти бананы, измельчаем их в пюре, складываем в полиэтиленовый пакет и кладем его в морозильник. Ух ты! И достаем эти бананы в тот момент, когда мы уже готовы приготовить вот такой вот банановый хлеб. Но это должно уже в виде пюре храниться в морозилке, да? Да, в виде пюре. Каким способом можно измельчить бананы, довести их до пюреобразного состояния? Это может быть блендер, это может быть вилка, это может быть сито, все что угодно. Что мы туда добавляем? Мы туда кладем 120 граммов масла сливочного. Чтобы была однородная масса, масло должно быть обязательно мягким. Так, 120 граммов мягкого сливочного масла. Мы все ингредиенты вводим по очереди. Это, в принципе, правильно всегда, когда мы готовим тесто, чтобы была однородная масса. Теперь мы добавляем сюда яйца. Сколько ты взяла яиц? Здесь два крупных яйца. Итак, мы смешиваем влажные ингредиенты. Банановое пюре, сливочное масло мягкое и яйца тоже туда отправились. Совершенно верно. Когда у вас рука уже набита, в этом нет ничего абсолютно сложного. Ингредиенты смешивают просто один за другим. И ведут они себя предсказуемо всегда, поэтому здесь никаких таких тонкостей нет. Значит, здесь 150 граммов сахара и 230 граммов муки. Мы перемешиваем муку с сахаром, добавляем сюда с тобой немного соли, буквально на кончике. Где-то один пакетик ванилина, пакетик разрыхлителя обязательно. Да, если вдруг у нас не найдется разрыхлителя, то мы сможем заменить содой, гашеной уксусом. Но добавлять будем не сюда, а в ту жидкую смесь. И в самом конце. И немного корицы для вкуса. Если вы не любите корицу, вы можете ее не добавлять, безусловно. Это все перемешиваем и смешиваем с нашей влажной массой. Сахара не очень много, всего 150 граммов, но у нас сладкие, практически перезревшие бананы, так что получится вкусно и достаточно сладко. Ставим мы на самую маленькую скорость. Нам нужно только замешать тесто. Мы ни в коем случае ничего не взбиваем. Постепенно добавляем по одной ложечке муки. И в конце нам понадобятся наши орехи. Они уже подсушились. Ну что, мы достаем уже наши орехи, они готовы. Как раз разогрелась духовка, и мы можем помещать наш кекс в духовку сразу после того, как тесто будет готово. Как ты определяешь, что орешки достаточно подсушились? Ну видишь, они такими золотистыми становятся, отделяются кожура и ароматными. Теперь пошли орехи. Сюда можно добавить даже изюм, сушеную вишню, все, что хочешь. Это тоже очень вкусно. Наше тесто готово. И это практически все, что нам нужно для бананового хлеба, да? Совершенно верно. Нам останется только поместить его в форму. Получается, если знаешь, как готовить банановый хлеб, то затратишь всего на минут 5-7, максимум 10, на то, чтобы все ингредиенты смешать. Потом поставила в духовку, и вкусный питательный перекус для детей готов. Тесто получается вот таким вот жидким довольно-таки. И видно, что там кусочки орехов не слишком измельченные. Они будут чувствоваться, когда мы будем кушать хлеб. Если сравнивать это с тестом для кексов, фактически одно и то же. Да, вот это консистенция получается. Да, одно и то же. Просто немножко другой цвет за счет того, что у нас бананы там находятся. Ну и вкус, конечно, будет другой, какой-то новый. Я уверена, что нам понравится. Мы с тобой смажем нашу форму обильно сливочным маслом. Если мы говорим о чем-то сладком. Вот Таня творит чудеса. Вместо муки для присыпки использует какао. Это очень хорошая идея. Какао придаст этому кексу вот этот шоколадный такой вот легкий, незримый оттенок. И он будет еще ароматнее и еще вкуснее. А я припоминаю, для какого мы рецепта использовали вот эту твою идею. Когда мы готовили шоколадные лава-кейки. Да, и они у нас получились красивые, шоколадные, без каких-либо белесых стеночек. Да, потому что формочку мы обсыпали какао-порошком. Спасибо большое. Ну что, торжественный момент. Мы отправляем его в духовку на один час. Духовка разогрета до 180 градусов. И наш банановый кекс отправляется туда на целый час. Может, не будем ждать? Традиционно, конечно, мы не ждем, когда наша выпечка будет готова. Есть готовый кекс. И я, и мои гости тебе благодарны за это. Слушай, какой он красивый. Вот, как ты и говорила, такой румяный, да? Вот тесто необыкновенно, практически шоколадное. За счет бананов это все получается? Да, вот видишь, как он блестит, да? И какой чудесный аромат у него. Пахнет бананами корица и ваниль. Вот все, что мы туда положили, еще с таким легким привкусом грецких орехов. Здесь такие классные ингредиенты, что, я уверена, детям понравится. Но хочется попробовать и взрослым. Да? Да. Достаточно легко вынимается. Я напомню, что мы же форму смазали сливочным маслом и посыпали какао-порошком. Это маленький секрет от Тани Литвиной. Да, если кекс не вынимается, достаточно его просто постучать вот так немножечко, легонечко по дну, немножечко насытить его воздухом, и он очень легко будет выходить оттуда. Лучше всего кекс не вынимать из духовки сразу. Вы его просто выключите и дайте ему остыть. Лучше на ночь его там оставить и утром его оттуда доставить. Даже так? Даже так, да. И еще, чем не нравится этот кекс, тем, что его можно замораживать. Он не теряет свои вкусовые качества, ни грамма. Мало того, что ты говорила, что можно заморозить банановое пюре, как ингредиент этого кекса, так и сам кекс можно заморозить. Расскажи, как правильно это сделать. Мы можем его разделить на две части. Одну часть мы съедим, он будет свежим и вкусным, а вторую часть мы обернем пищевой пленочкой и положим в морозильную камеру. Да, я посмотрю, какой он замечательный изнутри. Вот я не видела ни одной выпечки, которая бы выглядела таким образом, и тем более не пробовала. Первый кекс 100% вы съедите сразу. Если вы будете довольно часто его готовить, очень удобно эту выпечку, чтобы она действительно сохранила вот эту свежесть свою, сохранить в морозильнике. И потом, по мере необходимости, вы отрезаете и подогреваете в микроволновке. Я достала кекс из морозилки. Как мне его разогреть, чтобы можно было кушать? Его лучше всего разогревать в тостере. Тостер его немножечко подогреет, и он будет хрустящим, он не будет таким вот мокрым. И получатся банановые тосты. Для приготовления бананового кекса нам понадобятся бананы, мука, сахар, грецкие орехи, сода, разрыхлитель, молотая корица, яйца, сливочное масло и ванилин. Соединить в миске сухие ингредиенты. Муку, сахар, разрыхлитель, соду, соль, корицу и орехи. В блендере взбить бананы, добавить яйца, сливочное масло, ваниль, взбить и добавить другие ингредиенты. Все это перемешать для того, чтобы тесто стало густым. Смазанную сливочным маслом форму посыпать порошком какао и выложить туда наше тесто для бананового кекса. Духовку разогреть до 180 градусов и отправить туда кекс выпекаться на протяжении одного часа. Подавать его можно как теплым, так и холодным. Я вот люблю, допустим, утреннюю чашку кофе скушать с таким хлебом просто с сливочным маслом холодненьким. Бутербродик такой. Бутербродик такой. Очень вкусно с сыром. Дети предпочитают, конечно, карамель, шоколад, либо просто какое-нибудь домашнее вишневое варенье, абрикосовое варенье. Это тоже очень вкусно. Фантазия может разыграться с банановым хлебом как угодно. Ну, тут, пожалуй, важно помнить только, что это все-таки сладкий банановый хлеб. Да, мы с тобой сегодня как дети порадуемся карамелью. Ну что, бон аппетит, как говорят французы. Я не знаю, откуда взялся здесь шоколадный привкус. То ли от той присыпки какао, да, то ли бананы дают такой неожиданный эффект. Очень вкусно. Я уверена, что дети с удовольствием заменят вот этим полезным перекусом привычные, да и противные чипсы. Продолжение следует...